всем здравствуйте пошли оповещения о прямом эфире всем здравствуйте сегодня среда и уже по традиции прямые эфиры со мной меня зовут юлия бабушкина я инструктор по маникюру и моделированию ногтей в городе воронеж и также творческий партнер компании эми сегодня у нас тоже интересная тема как и всегда и будем разбирать еще один жесткий материал у нас из жесткой системы есть не только гели но и акригели сегодня мы с вами как раз поговорим что это за материал каких случаях мы можем работать где он нам незаменим в чем будет нам прекрасным помощником вот какие бывают акригели по объему тоже посмотрим по консистенции все вам покажу расскажу вот и попробуем как всегда я уже пальчик подготовила посмотрим на практике как акригель себя ведет в моделировании мы сделаем сегодня с вами коррекцию немножечко вкратце тоже расскажу какие моменты есть по использованию акригелей вот и чуть-чуть вам расскажу как имя пользоваться в том или ином случае но на пальчике сделаем полное покрытие она редко делается на самом деле я редко такую схему применяю но чтобы вам прям очень было хорошо видно как ведет себя этот продукт мы сделаем прям полностью весь пальчик вот здравствуйте так ну что же смотрите у нас акригели тоже жесткий материал это гелевая система также просто другой консистенции это не самовыравнивающиеся продукты практически совсем единственно по консистенции они бывают чуть-чуть скажем так плотнее и чуть-чуть я не скажу что это жидкость нет но они слегка слегка могут на поверхности ну как бы выровняться но при этом при на выкладывании на ногтевую пластину он не течет он не липнет к палочке кисти а то есть это очень комфортный идеальный материал я считаю что у нас акригели вообще просто самое лучшее вот потому что очень удобно работать как-то в практике в своей мне пришлось поработать в студии приглашенным инструктором и там подбирали материал очень много было у них вариантов всяких акригелей работали на этих именно материала да вот и я тоже посоветовала данную марку и сравнивали с другими конечно по консистенции по тому как он ложится под кистью то есть не липнет все комфортно работать у нас очень прекрасно удобный материал поэтому буду вам сегодня его показывать вот в каких случаях мы можем пользоваться акригелем ну конечно мы можем полностью ноготь сделать как я вам сегодня буду показывать но на мой взгляд это ну скажем так не очень удобно потому что быстрее на ровный ноготь сделать самовыравнивающийся материал да вот но опять же повторюсь сегодня я вам покажу именно этот вариант потому что хочу чтобы вы прям вот полностью посмотрели как он будет вести себя и выкладывать будем палочкой и равнять его кистью и опил хочу вам показать вот чаще всего мы используем акригеля при выкладных френчах это очень удобно потому что он не течет можно очень хорошо быстро красиво сделать улыбку практически на готовность вот высота стояния у него достаточно высокая да то есть он не плывет не облывает всем здравствуйте вот и это удобный материал именно для этой техники арочное моделирование тоже хорошо делать акригелем здесь мы можем в принципе но сработать одной каплей возможно но я все-таки вам рекомендую также сделать акригелем под ложечку это будет быстрее вытянуть ее посушить поджать как нам нужно потому что материал очень хорошо поджимается держит арку это тоже преимущество очень большое на самом деле материал жесткий вот всем здравствуйте ой сколько сердечек класс спасибо большое вот и еще какая техника у нас может быть а насчет полностью моделирование да то есть мы подсушили поджали и выкладываем уже архитектуру если нам нужен данный цвет полностью вот можно комбинировать можно с жидкими продуктами комбинировать жидкими гелями до самовыравнивающие все пожалуйста как бы этот материал очень прекрасно себя ведет на подложке под гель вот так же комбинация ложа при выкладном акригелем и свободный край гелем тоже прекрасно будет все держаться носиться повторюсь это гелевая система поэтому со всеми гелями он прекрасно себя чувствует вот так же мы можем акригелями делать ремонт ремонт трещин до наращивания уголочка кончика дотянуть то есть позволяет этот материал не сразу падает да вот на кончике он позволяет несколько миллиметров нам вытянуть это очень тоже удобно вот при совмещении с гель-лаковой системы мы тоже можем использовать вот как раз если у нас не хватает какого-то уголочка или очень очень скажем так слабая ногтевая пластина не очень большая длина там маленькая да и нам нужно чуть-чуть подкрепить свободный край мы тоже можем взять акригель и толщиной где-то примерно в один миллиметр укрепить зону стресса и свободный край всем здравствуйте вот и перетянуть уже можно также тем же гель-лаком вот этот случай я иногда иногда как бы в своей практике использую для того чтобы укрепить например влажные ногти допустим клиент с влажной ногтевой пластиной там гель-лак хорошо будет носиться с короткой длиной конечно же мы говорим о короткой длине то есть гель-лак у нас всегда на короткую длину вот и если нам нужно чтобы у кутикула был пористый материал чтобы там влага хорошо выходила чтобы там подвижность материала повторялась с очень мягкой ногтевой пластиной да здесь мы можем как раз комбинировать с жестким материалом на кончику берем акригель а выравниваем уже то есть покрываем даже не то что выравниваем больше делаем покрытие гель-лаковости можно так вот то есть это универсальный продукт акригель который мы можем использовать как угодно единственное вот по своей практике по своим клиентам я бы не стала использовать акригель на четкий квадрат с тонкими торцами это крепкий материал он будет хорошо держаться но акригели они немножечко с кончиков стираются несмотря на то что это жесткий материал и хорошо держит форму но у некоторых клиентов они стираются сильнее чем классические жесткие гели вот поэтому этот момент имейте ввиду вот это не не значит что нельзя совсем можно ничего страшного не случится просто у вас клиент придет не с четкими острыми углами а с чуть скругленными толщина там откроется чуть больше вот это единственный момент еще в принципе акригели очень хорошо использовать за счет того что они не расплываются не оплывают на поднятие клюющих клюющего края да когда у нас миндаль длинный мы можем приподнять и также выпилить с внутренней стороны уже материал у нас получится красивая четкая конструкция с верхними формами тоже можно использовать и с нижними можно использовать как угодно повторюсь это универсальный материал давайте я буду сейчас переворачивать камеру буду вам показывать варианты вот этого материала и уже будем с вами работать так у меня конечно же не весь ассортимент весь ассортимент вы можете посмотреть на и мешок вот у меня здесь несколько вариантов они смотрите бывают 15 грамм в баночках по пять грамм на пробу можно брать вот такие вот малыши тоже очень удобно если кто-то сомневается чтобы не сразу брать большую банку можно бюджетно взять и уже малыша и еще есть большие вот такие тубы по 30 грамм вот немножко потрепанная не у меня уже и это уже такой большой объем к для тех мастеров которые постоянно пользуются давайте вот так сейчас сделаем вот постоянно пользуются этим материалом чтобы уже немножечко сэкономить вот потому что чем больше объем тем конечно же выгоднее есть весь ассортимент у нас на и мешок там посмотрите очень большая цветовая палитра камуфляже есть с блестками вот у меня кстати с блестками единственное только там на сайте может быть уже ограниченное количество этого кригеля с блесточками может быть один-два цвета вот кстати я не посмотрела нужно посмотреть раньше их было больше вот так давайте теперь посмотрим по консистенции потому что они чуть-чуть разные будут по консистенции вот смотрите у меня есть белый акригель white и акригель клер прозрачный вот эти два акригеля будет немножечко отличаться от остальных камуфлирующих чем же смотрите если я сейчас если я сейчас попробую да вот этот вот акригель прозрачный видите он даже в баночке у меня совершенно не выравнивается то есть как когда-то очень давно я его использовала я не помню когда последний раз может быть несколько месяцев назад реально я его в руки брала вот вот он так и остался видите он как пластилин это самый-самый густой жесткий акригель в нашей линейке прозрачный после поэмилизации он абсолютно прозрачный вот дальше акригель white белый тоже практически такая же у него консистенция сейчас секундочку тоже давно уже не открывала видите то есть он тоже здесь не выровнялся такая у него консистенция при этом он очень хорошо берется вот не самовыравнивается на выкладные френчи хорошо его тоже использовать вот и если мы возьмем например уже какой-то камуфлирующий оттенок видите у него поверхность ровненькая как у геля он немножечко самовыравнивается на это нужно много времени на самом деле то есть ну где-то в течение суток он может выбрать ну как бы вот сделать такой вот ровную поверхность это я вот вчера немножечко видите вот здесь на его попробовала а вот смотрите для работы с акригелями мы используем антибактериальный спрей никакой специальной жидкости у нас нет это идеальная жидкость для его так вот в колпачок я набираю палочку смачиваю об салфеточку слегка вытираю и давайте попробуем сейчас вот этот гель набрать вот так достаточно комфортно он набирается вот такая капелька формируется выкладывается на ноготочек и уже начинаем распределять вот то есть видите да никаких проблем у меня не возникло и хочу вам еще показать как раз акригель которым мы так это не тот не так крышечка вот акригель которым мы будем работать сегодня это из новой линейки очень красивый вот такой молочно слегка розовый оттенок за волосиночка попалась вот но при выкладке на ноготочек он будет больше похож на молочный точно такая же у него консистенция как и у всех камуфляже то есть он немножечко сама выравнивается но повторюсь на это время нужно ну примерно там сутки чтобы он выровнялся точно так же он хорошо берется из баночки не липнет вот я обратно положила вот я его обратно палочка витек палочки он не липнет вот понятное дело что так же как и геля есть такой момент если будет очень сильно жарко то может чуть-чуть он будет более такой податливый если будет прохладно он будет более твердый ну вот в банке так это повторюсь жесткая система и как и под все гели нам нужна подготовка специальная какая же у нас подготовка под так сейчас закрываю все баночки а вот наш акригель закрыла это как обычно конечно же дегидратор это любая из вас которая у нас есть можно гелевую потому что это жесткий материал да и относится гелевым продуктом тогда нам нужно будет использовать еще ультрабонд либо же мы можем использовать баз гель тоже сюда очень хорошо подходит вот так ну что я подготовила ноготочек я сняла здесь у меня было моделирование уже там свободный край начал расти да вот сделаем с вами коррекцию я хочу чтобы посмотрели как я буду распределять насколько податливый материал на всей поверхности ногтевой пластины но повторюсь такой вариант мы очень редко делаем на самом деле чаще всего мы делаем выкладные френчи чаще всего мы делаем укрепление свободного края и комбинацию с гель-лаком но тогда у нас длина должна быть прям вот минимальная да вот примерно вот так это не больше иначе у нас жесткий твердый материал будет тянуть вниз а конструкция которая выполнена небольшим тонким слоем мягкого материала она будет отрываться от ногтевой пластины поэтому моделировать тоже нужно ну комбинированные вот такие вот моменты тоже нужно с умом вот на арки очень хорошо агрегели подходит так ну что же я уже подготовила ногтевую пластину и уже сделала маникюр мне осталось только обезжирить использую также nail prep nail prep дегидратор он нас спасает в любых системах абсолютно он нам нужен и в гель-лаковой системе и в гелевой системе потому что этот продукт который способен во-первых вытянуть излишки влаги из ногтевой пластины например когда у нас гипергидроз и если у нас клиент очень любит особенно в летнее сейчас время до солнцезащитные там лосьоны просто какие-то лосьоны крема вот все это у нас скапливается под кутикулой и мешает нам хорошей сцепки поэтому nail prep дегидратор он косметические средства тоже у нас вытягивает из-под кутикула вот так что не заменю не буду сегодня ультрабондом пользоваться сегодня мы будем пользоваться баз гель под баз гель не обязательно нам использовать ультрабонд исключение только опять же будет гипергидрозные ногти вот но у меня ногтевая пластина не гипергидрозная поэтому я спокойно наношу так сейчас чтобы вам было хорошо видно базу тонким слоем близко кутикуля хорошо прорабатываю боковые линии на ногте обязательно вдоль валиков хорошо прохожусь потому что по своим наблюдением очень часто бывает что мастера спешат красит по четыре пальца и по бокам не докрашивают и потом у нас там образуются конечно же отслойки поэтому очень очень внимательно к этому моменту нанесение базы внимательно все хорошо прокрашиваем близко к кутикуле хорошо прокрашиваем боковые линии чтобы у нас не было от слоек вот базу мы наносим не втирающим слоем обычным потому что это амортизация эластичная подложечка под жесткий материал дальше мы будем с вами работать вот таким красивым акригелем это из новой коллекции вышли совсем недавно так использую я жидкость антибактериальный спрей для маникюра педикюра во флакончик я его вот так вот добавляю кисть смачиваю салфеточку приготовила отжала палочку чтобы лишнего не было и беру шарик акригеля смотрите сильно много не берем примерно столько же сколько у вас это был бы гель важно не сильно много материала выкладывать потому что нам его потом придется пилить а пилиться он ну достаточно таки жестенько вот смочила палочку и начинаю притаптывающими движениями сводить материал на нет у кутикула периодически смачиваю и отжимаю палочку сильно много материала не должно быть иначе он наоборот начнет как бы расплавляться под жидкостью да и будет наоборот очень сильно липнуть здесь я даже многовато может быть материала взяла ну значит будем тянуть его вниз и убирать хорошо прорабатываем боковые линии сильно я не давлю чтобы у меня не получилось сильных вмятин прям сильно до боковых валиков я не дохожу здесь я буду уже ровнять кистью потому что если сейчас я сильно близко в стык кутикуле подойду и к боковым валиком то просто потом он под плывет туда и будет не очень хорошо нам же не нужно с вами это потом выпиливать свете он достаточно податливый и теперь легкими движениями смотрите я его ровняю формирую вот так боком вам покажу формирую очень плавный подъем от кутикулы потом тяну его вниз и кстати если мы прямо тянем то мы можем поднять с вами клюющий свободный край да то есть высота стояния достаточно большая он не падает мы спокойно можем вытянуть и поднять свободный край если у нас клюющий ноготь но у меня здесь не клюющий ноготь поэтому я спускаю потихонечку вниз повторюсь такой метод моделирования очень редко я использую потому что чаще всего конечно нам удобно работать смотрите видите раз 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 я убрала лишнее вот и боковую линию сейчас вот здесь еще проработаю вот нам удобнее работать самовыравнивающиеся материалами но если нам нужно поднять свободный край то акригель очень удобно удобен в этом нам случае будет вот теперь плавненько я спустила чуть-чуть не доработала вот здесь но это я сейчас кистью доработаю вот сейчас этот способ я вам показываю для того чтобы вы поняли насколько комфортный материал в распределении да вот он у меня на палочке палочкой практически распределился весь не залипал нигде вот теперь я смачиваю кисть овал номер 4 выжимаю ее опять же до об салфеточку и легкими легкими движениями смотрите еле-еле вот я поглаживаю давить нельзя поглаживаю и прям вот тут вот чуть-чуть прижимаю к боковой линии еще разочек много жидкости не должно быть поэтому как только чувствуете что немножко залипает прям берете смачиваете и выжимаете сразу с этой стороны тоже самое легкие движения совсем легкие движения давить нельзя иначе он начнет прижиматься я даже могу вот немножечко свободный край под вытянуть себе если мне длины здесь не хватает я советую прям начисто форму вот смотрите подготовка какая была у меня я просто сняла верхний слой материала который у меня был до до тонкой подложки не делала опил практически совсем то есть ну чуть-чуть вот здесь вот я там пильнула свободный край я оставила такой какой он есть потому что нет смысла нам если у нас будет поверхностный опил нет смысла пилить свободный край мы его попилим уже с материалом следим чтобы у нас материал не попадал под свободный край но даже если попадет ничего страшного можно его оттуда выпилить вот такая конструкция у нас с вами получается плавный подъем и очень очень плавный спуск немножечко я даже под вытянула свободный край вот так все ровненько красиво не прилагала на кисть никакого давления возле кутикула мы его прихлопнули легкими давлениями как бы распределили в тонкость да чуть-чуть тянула на боковые линии и тоже чуть-чуть давала маленькое давление поджимала чтобы под закрыть вот здесь все и дальше вытягивала легкими легкими прикосновениями просто чтобы выгладить его все вот такая конструкция у нас с вами получилось мы это теперь сушим обязательно две минуты вот давайте еще раз расскажу про подготовку то есть если у нас с вами требуется покрыть ноготь полностью или покрыть только одну вторую ногтя например нам нужно сделать там поднятие свободного края там клюющий кончик да или не хватает уголочка не хватает нам немножечко там как-то по форме у нас скрутился ноготочек да вот когда мы делаем одну вторую ногтя что мы делаем мы снимаем старый материал делаем маникюр стараемся материал снять так чтобы пилкой не пилить подготовку делаем практически всегда бафом на самом деле исключение гипергидроз там мы уже пилкой я мягкой стороной можем немножечко обработать механическая обработка такая поднятие чешуек но в основном я делаю бафом то есть чтобы не повредить ногтевую пластину бафом подготавливаю свободный край при этом я не опиливаю исключение будет только если так вторая минута сейчас посушу только если нам нужно поменять форму кардинально то есть с миндаля там на квадрат уйти например да тогда да я убираю длину но саму форму до идеала не опиливаю не надо вы будете терять на этом время вот потому что сейчас мы посушим акригель две минуты и я вам буду показывать опил соответственно мы там и форму с вами сделаем то есть не делайте двойную работу вот старайтесь не брать много материала то есть капля должна быть шарик вернее должна должен быть точно такой же как нежели вы взяли бы самовыравнивающийся гель в капле вот не больше но если вы понимаете что чуть-чуть переборщили его можно вот когда мы стягиваем на кончик просто легко убрать излишек вот и выгладить поверхность все то есть убедились что материал очень податлив он не липнет у нас и кстати его можно поджимать но я здесь не стала этого делать потому что у меня коррекция если бы у меня было исправление архитектуры там трапеция какая-то еще что-то я бы поджала акригель на примерно 15-20 секунде там будет зависеть от вашей лампы уже это нужно все проверять так же как и геля акригели тоже жесткая система гелевая да когда мы приобретаем материал мы его первое что делаем первое это тестим на просушку тестим его на поджимание как он держит арку вот акригели у нас принципе все хорошо держат арку очень потому что мы вообще очень любим акригели использовать на арочное моделирование вот так ну что же обезжириваем поверхность обезжириваю поверхности евроклинсер и приступаю к пиву и вот здесь смотрите а пил у нас здесь будет минимальный я практически не буду трогать зону кутикулу потому что я здесь хорошо выгладила здесь все очень корректно и плюс смотрите если у нас ногтевая пластина сама по себе очень мягкая здесь как мы это можем определить например когда мы делаем маникюр и у нас мы правильно делаем маникюр с вами фрезой не нажимаем на ногтевое ложе да но несмотря на это у нас ногтевое ложе прям вот как будто плавает вот и в основном очень большая лунка вот у меня кстати тоже здесь достаточно большая лунка это значит что ногтевая пластина в этой зоне очень очень мягкая вот стараемся не пилить в зоне кутикулы и выкладывать материал любой материал на готовность почему потому что когда мы начинаем пилить верхнюю зону у нас материал вместе с ложе начинает шататься и от этого тоже могут быть отслойки поэтому стараемся брать материал как можно точнее если опыта еще не хватает потренироваться можно на типсах вот это очень хорошая хорошая тренировка и на клиенте чтобы уже выкладывать более точечным так ну что же сейчас я начинаю с формы делаю форму вид сверху пилю свободный край от подушечки до подушечки выше мы никогда с вами не поднимаемся если трапеция ее хочется заузить мы ее заужаем не а пилом а поджатием материала при полизации до запомнили это очень важно тогда у нас не будет никаких перепиленных точек в роста точки в роста ни в коем случае пилить нельзя если клиент хочет по уже до не идем на поводу клиента объясняем чем это чревато это может вызвать анихолизисы в анихолизисах может у нас завестись всякие микроорганизмы это все объясняем клиенту ну и плюс эта травматизация ногтевой пластины то есть в роста нельзя ни в коем случае подрывать их очень сложно восстанавливать так форма сверху у нас готова дальше свободный край я немножечко попилю технику опила у меня такая похожая на арочный то есть здесь конечно в миндале можно и на себя пойти если мы идем на себя то стараемся от апекса это делать постепенно а не резко да потому что иначе у нас может быть такой клюв так теперь боковые смягчаю скругляю и здесь я немножечко смотрите приподняла свободный край здесь есть толщина я ее не буду сейчас спиливать вниз я ее приподниму и сделаю такую слегка арочный ноготочек скругляем боковую стеночку и теперь то же самое делаю с этой стороны приопили куда мы с вами должны смотреть во первых мы смотрим с вами на центральную ось пальца да она должна совпадать у нас центральной оси ногтя и посередине кончик он должен быть как раз вот скругление вот это вот да должно быть по середине это во первых во вторых мы смотрим что по боковым линиям вот здесь вот наложен до в ростов от синусов до в ростов не было ощущение бочонка если у нас здесь есть много материала то мы не таким образом пилим да с вами заужаем а наоборот вот эту часть боковую мы должны с вами понизить то есть вот так если у нас здесь есть лишний материал вот то есть если мы видим что у нас здесь распирается ноготочек если ноготь вот здесь широкий я здесь рекомендую вам зажимать свободный край можно там прищепчиками можно обратным пинцетом поджать свободный край чтобы он был поуже а не запиливать его потому что если хочется поуже начинают запиливать в росты вот ну это вот такая история так скругляю боковую стеночку тоже прохожусь еще разочек можно немножечко на себя поровнять просто поверхность вот так так и теперь нижние параллельки я тоже подбираю пилится ну чуть-чуть тяжеловато я бы так сказал прям жесткий материал с этой стороны подпиливаю с этой стороны пилочка в раскрытом состоянии я не в рост и туда вот она у меня идет по косой но абсолютно прямо к нижней поверхности ногтя и скругляю и здесь на кончике прям я поставил смотрите вот так вот и формирую тонкий торец остальное внутри мы выпили и смотрите у нас образуется вот такой вот уголочек да я его просто скругляю сейчас слегка потом когда выпилим вот эту толщину с внутренней стороны я его еще немножечко проработаю еще смотрите момент когда мы смотрим с вами в торец делим ноготь пополам по центральной оси проверяем одну сторону боковую и другую они должны быть абсолютно симметричны друг другу если вы видите что с одной стороны больше больше материала с другой меньше соответственно возвращаемся к той части где у нас больше материала и еще раз ее немножко понижаем вот так мы проверяем с вами архитектуру ногтей центр боковая ось и и в торец смотрим здесь симметричность боковых линий все по форме мы с вами все проверили остальное я могу просто зашлифовать бафом вот как я и сказала стараемся у кутикулы выкладывать материал на готовность чтобы там не пилить и теперь я просто легонько здесь зашлифую и поверхность тоже все так теперь нам остается вот эту толщину которую я приподняла немножечко свободный край немножечко выпилить сейчас чуть-чуть я пошумлю чуть-чуть потерпите заодно покажу вам как выпиливать смотрите ставлю фрезу здесь фреза лучше елочка можно конечно и любую взять но вот это вот удобнее то есть вот примерно ну где-то там 30 градусов да я ставлю фрезу под наклончик и выпиливаю сначала вот так потом переворачиваю и вот эту толщину выпиливаю с обратной стороны мне здесь кстати было наращивание предыдущая и мы можем здесь как раз поравнять материал смотрим такая красивая арочка у нас получилось если где-то что-то не нравится можно еще немножечко с этой стороны подправить все готово если также у вас немножечко там акригель попал под свободный край тоже мы его с обратной стороны можем выпилить вот так то есть мы с вами еще немножечко и сделали арочный такой ноготочек еще раз поправляю свободный край свободный край оформляю скажем так если мы свободный край поделим с вами на три части да то первые две абсолютно абсолютно прямая линия у нас получается и параллельно боковой оси пальца и только третья часть одна третья у нас уже закругляется кончику вот такая вот красивая у нас форма получилась с вами да вот кто как это называет кто арочный миндаль это называет кто овал кто лепестками уточкиными носами кто как вот но форма на самом деле очень красивая вот тоже изящная и что же сделаем с вами так как у нас ну остался еще время осталось делаем с вами быстренький дизайн наверное сейчас мы с вами как раз поработаем стэмпингом давайте поработаем стэмпингом быстрый дизайн стэмпингом сделаем так и поработаем конечно шармиконами так и чтобы нам было проще и со стэмпингом и со шармиконами мы сейчас с вами возьмем и покроем ноготь тэкласом без липкого слоя топ очень тонкий слой чтобы никакой толщины не было работаем все хорошо сушим буквально 30 секунд и чик дальше будем использовать белую краску для стемпинга белый лак цветочный принт возьмем потому что уже очень нежный акригель хочется что-то такое нежное подготавливаю пока скрипок еще нам понадобится жидкость до polish remover для снятия лака и размачивание гель-лака для стемпинга нам необходим вот так создали глянцевую поверхность без липкого слоя и сейчас быстренько быстренько я надеюсь у меня все получится вот кто-то очень хорошо владеет техникой стемпинга я честно говоря очень редко это делаю я больше люблю на илдрессы и шармикона так какой же мы с вами принт возьмем какой-нибудь помельче цветочным давайте вот этот вот работаем прям быстро я сделала на свободный край отпечаток что делаю дальше дальше я возьму вот такие вот мои любимые луночки сделаем сейчас имитацию френча то есть отделим так сейчас я посмотрю какую но взять везде то которая нужно везде я ее уже а вот 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 эту возьмем и прям на стемпинг мы с вами спокойненько сейчас делаем луночку сейчас я при лак чусь такую имитацию френча так поправляем немножечко криво поправим главное не прижимайте сразу чтобы можно было поправить так на себе вообще конечно неудобно эти тоненькие луночки делать сейчас я серединку наверное вот так вот я возьму вот серединка мне будет удобнее проблема в том что самого пинцета сложно снять ну уж чуть-чуть потерпите пока я помучаюсь потому что хочется прям чтобы ровненько ровненько было надо прям очень быстро классно раз она примагнитилась прям вот а иногда не хочет сниматься с пинцета и все вот отлично прижали легонечко теперь смотрите верхнюю часть стемпинга я сейчас просто уберу аккуратненько жидкостью для снятия лака нижнюю оставлю это будет такой имитация френча да верхнюю просто аккуратно вот так убираю стираю на пальчики не обязательно прям сейчас это делать на самом деле потому что потом после топа можно сделать все и вверх у нас остается чистенький и наверх я возьму еще какой-нибудь черный кончик с надписью сейчас я постараюсь сохранить эфир обычно всегда получается так но так как лунчика золотая можно вот либо вот такую надпись либо вот такое сердечко можно да у нас нежный нежный такой маникюрчик такую надпись такую вот так можно сделать как вам захочется давать сердечко пусть уж нежнятина нежнятина будет так снимаю тоже пинцетиком аккуратненько и приклеиваю по серединочке надеюсь по серединочке все отлично все хорошо главное прижать чтобы нигде нигде ничего нет опорщилась иначе наш дизайн будет под топом даже топорщится вот так все теперь я возьму топ прайм перекрываю наш дизайн сверху это уже финишное покрытие это уже финишное покрытие мы как раз и стемпинг с вами перекрываем и наши шармикона почему я люблю топ прайм потому что он очень хорошо держит дизайн и плюс еще можно немножечко под выровнять его вот я сейчас переверну пальчик и немножечко под выровняю и и все можно отправлять в лампу вот такой у нас нежный с вами получился маникюр мы поработали с вами акригелем и я вам показала что работать акригелями очень легко они не липнут у нас мы использовали акригель с вами сегодня вот такой из новой коллекции весь ассортимент дайте-ка я еще подсушу немножко весь ассортимент можно на эми шок посмотреть вот есть в разных объемах 15 грамм 5 грамм на пробу для уже искушенных 30 грамм чем естественно больше объем тем выгоднее будет покупка вот так вот такой у нас с вами получился дизайн вот такой нежный цвет акригеля я кстати вам хотела еще показать что у нас к черным лосьоном вышли малыши это моя большая радость кстати я очень скучала по мини версиям по 15 грамм так классно что можно теперь с собой сумочки носить вот такой вот лосьончик для рук и для тела вот не могла с вами не поделиться потому что очень ждала их для клиентов у меня стоит большой с дозатором а себе я всегда беру малышей кстати вот эти малыши очень классно на презенты клиентам когда если в салоне мы допустим клиентов поздравляем с днем рождения как комплимент да на 8 марта на новый год тоже как комплимент очень здорово заходит вот то есть по цене они не дорогие они очень бюджетные то же самое даже дешевле будет чем подарить клиенту масло для кутикулы вот правда а совершенно не избито то есть брендовый парфюмированный лосьончик мини версия очень обрадует любого клиента в качестве комплимента так я хотела обезжирить теперь да потому что у меня остатки стемпинга здесь очень легко все убралось еще раз посмотрим на наш с вами ноготочек ну выровнять конечно можно было и получше но под камерой я надеюсь вы меня простите вот не липнет жесткий хорошо держит арку идеальный вариант акригель для выполнения арочного моделирования для поднятия клюющих для например доращивания там уголочка сбитого ремонта этот материал очень нам помогает так что в арсенале тоже должен быть у каждого мастера вот очень полезная штука всем спасибо за эфир за активности эфир сейчас постараюсь сохранить и до новых встреч